Ухоженный мужчина всегда ассоциируется с успехом, а забота о своем внешнем виде не должна ограничиваться посещением мастера один-два раза в месяц. Некоторые несложные манипуляции можно проводить и самостоятельно. Главное спросить у специалиста, как правильно обращаться с различными девайсами и косметическими продуктами. Профессионалы всегда знают больше даже о таких элементарных вещах, как мытье головы. Обязательно сначала волосы смачиваем, после чего немножко выжимаем. Берем шампунь, достаточно одного нажатия. Наносим на руки, растираем его в ладонях, чтобы была на руках пена. И начинаем мыть не волосы, а кожу головы. Для волос достаточно только пены. При этом мы вымоем и кожу, и волосы. Варианты укладки зависят от того, как волосы высохли после мытья и каким стайлингом их оформили. Если мужчина хочет сделать объем в области челки, не обязательно использовать фен. Можно приподнять челку и оставить ее высохнуть естественным путем. Только после полного высыхания нужно использовать стайлинг. Если мы используем фен, в домашнем варианте можно сделать это все руками. При этом оттягивая челку чуть-чуть не назад, чуть-чуть вперед и в таком положении сушить ее феном. За счет этого создастся вот такой небольшой кок. Что позволит уже без укладочного средства удержать укладку в таком виде. Более рафинированный элегантный вид можно создать с помощью пены или геля для волос. Пудра это сухой продукт, который наносится непосредственно на волосы. И не просто на волосы, а именно на корень волоса. Не сыпется, а вот таким постукаванием распределяется на корни. За счет этого создается такой матовый эффект. При этом волосы приподнимаются. Еще один вариант укладки в этой стрижке. Мы смачиваем волосы, чтобы вода именно смочила корни. После чего можно использовать либо пену, либо гель для волос. Лучше использовать гель для волос. Средней фиксации. Для того, чтобы сразу не залепить волосы. Гель наносится также на все волосы. Начиная либо с серединной, либо с затылка. После чего мы передвигаемся к челке. После чего расческой прочесываем и в таком виде даем средству высохнуть. И получается у нас такой классический деловой вариант. Профессиональное оформление бороды и поддержание формы в домашних условиях – тема отдельного разговора. Но вот один лайфхак от мастера. Когда в домашних условиях используется шевер, чтобы не было раздражения, можно наносить на сухую кожу еще тальк. Наносим тальк. Вбиваем его в волосы. После этого только можно избривать морщинкой. Что нам дает? Это дает защиту кожи, убирает процент раздражения, кожа после чего не краснеет. Мужской вариант заботы о внешности гораздо более лаконичный в сравнении с женским. Минимум косметических средств и научиться обращаться с ними не так уж сложно.